Итак, незавершённое строительство – это не только проблема дольщиков, это проблема ещё зданий, которые стоят недостроенные, нам каждый день жалуются, что там гуляют дети, творится беспорядок. Да вот буквально совсем недавно было сообщение, как мальчик пострадал, гуляя по заброшенной стройке, упал с крана, слава богу, остался жив, но всё равно попал в больницу. Так что решение этой проблемы – это не только возмещение ущерба обманутым дольщикам, это, в принципе, решение очень серьёзной проблемы. И сегодня у нас в гостях Алексей Сергеевич Назаренко, начальник управления жилищного строительства Министерства строительства Хабаровского окраина. Добрый вечер. Ну, я знаю, что появились новые способы решения этой проблемы, об этом мы поговорим, но начнём давайте. Есть какая-нибудь статистика? Проблема недостроя обманутых дольщиков решает в Хабаровске? Ну, если брать по статистике, можно напрямую смотреть наш единый реестр проблемных объектов. С начала года у нас в данном реестре было 43 объекта, сейчас 17. Конечно, много объектов были оттуда исключены по той причине, что не было там граждан. Нас в первую очередь интересуют граждане. Но есть в том числе и те объекты, которые у нас уже выбили из нашего поля зрения. То есть, либо произошла компенсация гражданам, либо застройщик начал строительство и продлил договора долевого участия. То есть, получается, вот эти объекты, они считаются недостроенными или список гораздо больше, я имею в виду, в количественном выражении? Ну, если говорить про объекты, которые в строительстве, они вообще измеряются в сотнях тысяч квадратных метров. Это у нас более 900 тысяч. То, что касаемо проблемных объектов в так называемых долгостроях, их, в принципе, можно пересчитать поштучно, ну, в едином реестре проблемных объектов, как я уже сказал, 17 проблемных объектов. Ну, это 17 домов или это... 17 домов, да. Это вот конкретно 17 зданий, которые относятся к каким-то темам. А они все в краевом центре? В основном, конечно, это город Хабаровск, но есть еще несколько домов на территории Хабаровского района. Если посмотреть вот на оставшийся список, на эти 17 домов, а может быть сделать обзор чуть шире, там, не знаю, на год назад посмотреть, на два, какой застройщик, от действий какого застройщика больше всего людей пострадало? Ну, тут, наверное, уже многие знают, что у нас был такой застройщик ООО «Диалог». И в настоящее время из 1659 граждан, которые пострадали, 901 гражданин, это пострадало именно в отношении компании ООО «Диалог». Это дома у нас в пульсе Салтыково-Щедрина и на речном вокзале на набережной. Ну, а теперь переходим к самому главному. Вот появилась возможность решать проблемы недостроя с помощью так называемого «Фонда развития территорий». Да? У меня просьба. Давайте покажем сайт этой организации. Вы расскажете, что это такое. Ну, «Фонд развития территории» ранее, до 1 января текущего года, он назывался «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства», так, чтобы было больше понимания. Это специально был создан для решения проблемы обманутых дольщиков. По сути дела, это некий механизм финансирования объектов, которые либо достраиваются, либо по которым производится выплата компенсации на уровне федерации. Для достройки объектов непосредственно уже в регионах еще в 2019 году практически в всех регионах, в том числе и в Хабаровском крае, были созданы фонды, краевые фонды защиты прав граждан-участников долевого строительства. А если посмотреть на способы решения проблемы, ну, понятно, наверное, самое оптимальное – это все-таки заставить достроить, да, причем достроить в короткие сроки. Но я знаю, что есть еще несколько механизмов – это предоставление земли другому инвестору. Вот поподробнее расскажите об этих механизмах. Конечно, самым для нас и для граждан хорошим способом решения этой проблемы – это является достройка. То есть решаем проблемы граждан, решаем проблемы недостроев. По различным механизмам, кроме Федерального фонда, как вы сказали, допустим, был достроен объект в городе Хабаровске по улице Алексеевска за счет предоставления компенсационного земельного участка. По улице Трехгорной у нас стоит недостроенный объект против Самбери. По нему было отдельно принято решение не строим в России о смене прав застройщика. То есть зашла организация с другого субъекта, она подтвердила, что у них есть полностью компетенция в строительстве жилых домов, то есть все ресурсы для этого, выкупила это здание и в настоящее время уже практически приступила к достройке. Выполнила корректировку проектно-сметной документации и прошла экспертиза. То есть это без, так сказать, привлечения федеральных либо краевых средств. Если мы говорим про механизмы Федерального фонда, Фонда развития территории, то, в принципе, подразделяется на два направления. Либо это выплата компенсации граждан, либо достройка объекта. Ранее решение принималось в зависимости от того, что целесообразнее. То есть если целесообразнее меньше по затратам достройки объектов, объект достраивался, если объектом начальной строительства и небольшое количество граждан, естественно, целесообразнее было сделать по нему компенсации. А вот эта компенсация, она рассчитывается по ценам сегодняшнего дня? Ну а чем я спрашиваю? Предположим, 5-7 лет назад за условный 10 тысяч квадратный метр покупался. Ну сейчас понятно, что он стоит гораздо больше. Выплачивают вот те 10 или те деньги, которые уже сегодня стоят жилое помещение? В Федеральный фонд есть у них определенная методика расчета. Естественно, берется рыночная стоимость жилья аналогичного приблизительно в этом же районе застройки. И исходя из этой стоимости и рассчитывается компенсация. То есть это не будут те, допустим, те же 40 тысяч квадратный метр. То есть стоимость на сегодняшний день? Конечно, конечно. У меня противо. Можно еще раз сайт показать? Я вот на что обратил внимание. Это правда, что там можно просто забить свои данные и подать на конспенсацию? Она автоматически, как бы мне причитается, да? Это все так просто? Да. Данный ресурс предполагает такую функцию. Это по тем объектам, по которым Федеральный фонд принял решение о компенсации гражданам. И я хочу сказать, что буквально на прошлой неделе у нас по одному из таких объектов, это ООО «Тополек», дом планировался в строительстве, село «Топливо», 23 гражданина получили полностью компенсации от Федерального фонда. И в ближайшее время данный объект мы исключим из единого реестра проблемных объектов. Но хочется сказать, что не у всех граждан есть такая возможность зайти в интернет, на сайт. Поэтому наш региональный фонд, хоть и создан для процедуры достройки, он тоже гражданам оказывается действие в заполнении документации, направлении ее через сайт Федерального фонда. Алексей Сергеевич, смотрите, я вот о чем еще хотел спросить. Прекрасно, что сокращается количество проблемных домов, что люди либо в конце концов получают квартиру, либо компенсацию, о которой мы говорили. В принципе, возникновение новых проблемных домов возможно в будущем? Или новый принцип скроу-счетов – это такая абсолютная страховка от возникновения, по сути, для людей чрезвычайной ситуации? Ну, в ближайшей перспективе есть определенные риски добавления в рейсер проблемных объектов новых объектов. Это так называемые потенциально проблемные объекты. Их небольшое количество, и мы их в ручном режиме все ведем. Ну, это те объекты, грубо говоря, которые достраиваются по старым правилам. Мы знаем, что с 1 октября 2019 года все новые объекты у нас строятся по скроу-счетам. То есть, в чуть отдаленной перспективе такая проблема, конечно, я думаю, что будет полностью решена, за счет того, что если даже у застройщика какие-то проблемы появились, хотя у него есть проект на финансирование от банка, и банки сейчас эту ситуацию хорошо отслеживают, то человек может пойти и свои вложенные деньги с этого специального блокированного счета забрать. В любой момент или при определенных условиях? Ну, не знаю, там процедура банкротства, не сейвы. Да, 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 при том, что застройщик вовремя не выполняет свои обязательства по воду объектов, эксплуатации, принимается решение. Да, ну, то есть просрочка там на полгода, и уже можно идти за своими деньгами. У нас, наверное, к счастью, такой процедуры не было еще, я надеюсь, что и не было. Но люди должны знать, тем не менее, о своих возможностях. У нас в Крае вообще планируется увеличение темпов жилищного строительства, создается строительный кластер, а об этом Михаил Дегтярев в своей программе развития уделил много внимания. Но в связи с этим, мне кажется, людям надо дать уже какие-то советы, чтобы не попадать в будущем в такие ситуации. Как, вот, я не знаю, участвовать в долевом строительстве, по какой-то другой схеме приобретать жилье? Куда обращаться, чтобы не попасть в такую же ситуацию? Ну, в настоящее время, когда гражданин покупает квартиру новую в долевом строительстве, понятно, что он защищен у нас посредством из крово-счетов. Также, ну, для граждан хочется порекомендовать, чтобы пользовались официальными интернет-ресурсами фонда развития территории, где у нас указаны наши проблемные объекты, чтобы, не дай бог, не купить квартиру в этих проблемных объектах. Хотя люди иногда осознанно в это идут, понимая, что рано или поздно мы его все равно достроим. Либо есть единая информационная система жилищного строительства, где указаны все застройщики. Если застройщик где-то вовремя не выполнит свои обязательства, в принципе, это отражено. То есть человек может для себя понимать, что по этому застройщику могут быть какие-то риски. Ну, вы сами упомянули, что, к сожалению, иногда люди осознательно идут на риск, чтобы приобрести чуть-чуть дешевле. Но вот зная прекрасно, что вот это могут возникнуть проблемы. А не получается так, что государство все время расплачивается за чужую, что ли? Даже, не знаю, глупость, смелость или желание сэкономить. Тут, конечно, граждан тяжело в чем-то обвинять, потому что, конечно, человек хочет подешевле купить. Но, опять же, люди идут на это осознанно, понимая, что, допустим, если мы говорим о том, что эти проблемные объекты будут достроены, то есть, в принципе, люди в эту задачу идут, осознавая то, что одни наедине с этой проблемой они не будут. Ну, и я в третий раз попрошу показать вот этот самый сайт, простите, фонда развития территорий. Еще раз сказать, если вы даже планируете просто приобретать жилье, вот там вы можете, там много... Проверить объекты, в которых вы собираетесь купить. Там все это очень легко работает. Я сам попробовал проверить пару объектов. То есть, все работает, да? Обязательно рекомендуем. Спасибо. На гостях был Алексей Сергеевич Назаренко, начальник управления жилищного строительства Министерства строительства Хабаровского края.